Народу нужен президент, не связанный с мафиозной коррупционной системой. Народу Молдовы нужен президент, который на практике доказал, что борется с мафиозной коррупционной системой, так как я делал это все годы. Народу Молдовы нужен президент, который не только готов бросить вызов всей этой коррупционной, коррумпированной мафии. Народу нужен президент, который победит эту систему. Бой будет трудный. Мафиодная система будет упорно сопротивляться. За ней громадные финансовые ресурсы. Все эти деньги они украли у народа. Наоборованные деньги они купили множество СМИ, даже медиахолдингов. А вместе с ними они купили всех пропагандистов. Практически все, кто обслуживал все годы Плохотника, сегодня обслуживает Игоря Додона. Мы все понимаем, что это не случайно. Их цель одна. Общими усилиями защитить и сохранить эту мафиозно-коррупционную и коррумпированную систему. Сегодня здесь и сейчас я объявляю настоящую войну этой мафиозной системы. Вы все помните, как еще в мае 2014 года я начал разоблачать кражу миллиардов. Я помню эту передачу, которую по указанию Филата сняли с эфира, программа со Сергеем Скрипником, когда я вышел ко всем гражданам страны и сказал, что из всех банков начали красть деньги. Начали красть деньги всех платчиков и нужно срочно что-то предпринимать. Тогда все руководство страны и в том числе руководство этих банков обвинили меня в том, что я вру. Но, к сожалению, в ноябре 2014 года, в тот день, когда меня сняли с выборов, они украли вторую часть этого самого миллиарда. Самое страшное, что об этом все молчали. А еще страшнее, что молчали те, которые сегодня из себя изображают великих спасителей нашей страны. Это самый большой цинизм, который они только могли позволить по отношению ко всем гражданам нашей страны. Я доказал свою готовность бороться против преступников, открыл их имена. Вы помните, что как только я вернулся в страну, я опубликовал отчет Кроу. Про этот отчет Кроу все говорили, что, наверное, там Шор, наверное, Плохотнюк все опровергали. Мне было достаточно провести в Молдавии всего лишь несколько недель, чтобы этот отчет каким-то образом, люди, которые доверяют, передали его мне через активистов, чтобы вся страна увидела, кто грабил нас все эти годы. Несколько месяцев назад я опять нанес удар по мафии. Вы, те, кто видели, те, кто не видели, я коротко расскажу. Я вышел на одном из телеканалов, это была программа на журнал ТВ, когда я показал именно, что контрабанда сигарет идет полным ходом, контрабанда спирта идет полным ходом. Самое страшное, это то, что от всех этих многомиллионных заработков страдает имидж нашей страны не только перед нашими гражданами, перед нами, а имидж нашей страны страдает за ее пределами. На нас начинают смотреть, как на страну уже не третьего сорта. На нас смотрят уже, как на какой-то сельсовет в Уругвай, потому что понимают, что мы страна, в которой могут украсть миллиард, могут сегодня грабить людей, заниматься контрабанной сигарет, заниматься контрабанной спиртом. И самое страшное, что им за это ничего не будет. Все коалиции, которые вы видите, коалицию сегодня социалистов с демократами в парламенте, вы видели все предыдущие, они все переходят из одной партии в другую, они переходят в коалиции власти. Почему? Потому что новые коррупционеры, вернее неправильно, не новые коррупционеры, а старые коррупционеры предлагают долю новым депутатам, новым министрам, и все они приходят во власть на заработки. Против меня были возбуждены десятки уголовных дел, но я горжусь тем и уверен в том, что против меня никогда не было, даже сфабриковано ни одного дела по коррупции, и никогда не буду фигурантом ни одного дела по коррупции, потому что мне могли рисовать все, что угодно. Мне рисовали оптовые заказные убийства, если бы я еще Плохотюк провел бы в Молдавии несколько лет, я бы обогнал Чикатило по заказным убийствам. Мне возбуждали уголовные дела за госперевороты, за все, что угодно, но все боялись одного, они знали, что я пришел в политику состоявшимся человеком, я абсолютно не жалею, что все деньги, которые я заработал за все годы, я раздал людям, я помогал людям, я никогда ничего нигде не украл и никогда это не сделаю, потому что мое имя, в отличие от всех этих водолеев, пингвинов и всех тех, которые вы видите, чего это стоит. Я говорил о том, что, когда особенно меня критикуют, и, к сожалению, есть очень много людей, которые на самом деле попали под эту пропаганду, слушали то, что говорят телеканалы Плохотюка, люди, которые со мной не знакомы, но вы понимаете, когда показывают с утра до вечера, как я бегаю с автоматом, но никто из них не показал, что когда я даже бегал с тем самым автоматом по беговой дорожке и готовил себя к определенным физическим нагрузкам, вы только через два года увидели, что это было сделано для того, вы помните историю с нашими пилотами в Афганистане, когда я показал видео, и больше двух лет не могла найти ни одна разведка мира, я, будучи примаром Бельц, находясь в международном розыске из-за Плохотнюка, я их нашел быстрее, чем все разведки мира, и вы все это помните. Поэтому люди, которые меня не знают, критикуют, я могу им сказать одно. Я сейчас, трансляция у нас идет в интернете на всю страну, нас показывают некоторые телеканалы, вы знаете, что я человек слова. Я сейчас, публично, на всю страну заявляю абсолютно со всей ответственностью. Если я вас придам, если я буду участвовать в какой-то незаконной схеме против вас, против нашей страны, я каждому жителю страны, который желает, раздам по одной литровой бутылке бензина, и я вам разрешаю просто сжечь меня, поджечь мой дом, мою машину, если я что-то сделаю против любого гражданина нашей страны. И если я не посажу всю эту нечистоту, если я не поломаю все схемы и не разгоню всю эту шушеру, ее часть надо разогнать, вторую посадить в тюрьму. Если я этого не сделаю, вы тоже, пожалуйста, я напишу, вы знаете, где я живу в Бельцах, вы знаете, где мой родительский дом в Фолештах, вся страна знает, где я живу в Кишиневе. Я вам со всей ответственностью, то, что разрешаю, я вас прошу, что если я не делаю то, что я вам обещаю, просто можете все сжечь вместе со мной. Это были лишь отдельные эпизоды, но сейчас мы пойдем дальше и с вашей помощью я освобожу Молдову. Мы победим в этой войне, и я уверен, что наша страна заживет свободно. Свободны от мафии и коррупционных схем, от кражи народных денег и имущества. Одна из главных проблем Молдовы, это то, что несмотря на то, что у нас часто менялась власть, но никто никогда не был наказан из проворовавшихся чиновников. Как я уже говорил, их увольняли, на этом как бы все заканчивалось, и никто не нес наказание. Что значит приходят новые, увольняют старых, и все остаются на свободе. Сколько чиновников, министров, бывших депутатов, раньше Дадон говорил, что ему мешает Плохотнюк. Так же говорил Андрей Настасу, Майя Санды, другие политики. Вот Плохотнюка нет в Молдавии больше года. Сколько министров, депутатов, коммерсантов Плохотнюка посадили за этот год? Ноль целых, Валера десятых. И, к сожалению, это им позволяет спокойно уезжать за границу, жить, тратить ваши, наши деньги и просто издеваться над нашей страной. Вор должен сидеть в тюрьме. Воспользуемся нашим историческим шансом, освободим Молдову 1 ноября от власти всех этих жуликов и воров. Я хочу, чтобы все понимали, что борьба с коррупцией и государственной мафией это не цель, это лишь средство для достижения цели. Наша главная цель это поднять благосостояние наших людей. Это сегодня решение проблем экономики, образования, здравоохранения и сельского хозяйства. Те десятки миллиардов долларов, которые уходили все эти годы в карманы чиновников, должны остаться, вернуться в бюджет, и мы сможем на них преобразить нашу страну. Мы не глупее и не ленивее европейцев. Так почему же мы должны жить хуже? У нас есть все для того, чтобы жить достойно. Надо сделать немного. Заткнуть эти жадные пасти, которые жрут народное добро. Дать в зубы этой мафии, и я это сделаю.